Привет, мои дорогие! Сейчас дождемся другого батюшка, предвосхищая его появление, почему я решил сделать совместный эфир с этим батюшкой, потому что я в его странице, в которой он ведет в инстаграме, в видео, насколько он достойный священник, насколько он вкладывал душу в строительство храма, насколько он это с любовью делал, образ жизни его. Потому что всегда, когда учат тебя быть хорошим ювелиром, тебе дают и алмаз, и фальшивку, чтобы ты мог отличать, где фальшивка, где алмаз. И я надеюсь, по такому же принципу, где-то порой чувствуешь, хочешь общаться с такими священниками, приветствую батюшка Петр Гурьянов. Надеюсь, вот тут подсоединимся, батюшка, пробуем, дорогой, делать запрос. Надеюсь, у нас с Божьей помощью получится. Пока нету, пробуй заходить, выходить и кидать запрос. Надеюсь, у нас все получится. Мы делали сегодня пару раз технический эфир. Вроде бы все получилось у нас с дорогим батюшкой. Надеюсь, и сейчас все получится. Ну, а уже вижу, что начали поздравлять с праздником. Я вас тоже сердечно поздравляю. Думаю, сейчас и батюшка присоединится к нашим поздравлениям. Вот, и благослови. Мы очень давно пытались сделать совместный эфир. Ну, технические проблемы были. Батюшка, привет, с удара огонь. Здравствуйте. Меня нормально слышно? Да, все прекрасно. А я как? Тебя хорошо слышно, не фонит, не двоится голос. Ну, я по опыту уже понял, что лучше делать в гарнитуре и в наушниках. Он и чуть-чуть громче слышен, и качественный. Батюшка, ну, немножечко я уже начал за тебя рассказывать, насколько ты вкладывал свою душу в строительство прихода, как ты с любовью все это храмостроение. Моё переживание и, скажем так, моё глубокое уважение к тебе началось, наверное, когда, особенно, признаюсь тебе, когда в храм залезли к тебе. Помню, ты показывал там кружку, что-то стекло разбили. Вот, и как-то это немножко совпало. А у меня тоже, хотя у меня в камеру, вот, по технике, скажем так, не безопасности, а необходимости тоже стоят и камеры. И так это эпично. Он посмотрел на камеру, открыл икону и оттуда крестики с цепочками вытащил. Потом пошёл, поставил свечечку за упокой, перекрестился и пошёл дальше. В общем, так это всё забавно было смотреть. Но вот как-то вот так пересеклись, может быть, не могу сказать, что это беда, да, большая беда. Ведь, Господу, по сути, наше золото не нужно, там, все эти верёвы, колечки и тому подобное. Ему именно сердце человека нужно, наверное, правильно, очень. Согласен? Да, конечно, конечно. Ну, я тебя попрошу немножечко для моих подписчиков представиться, а потом я представлюсь для твоих подписчиков, поскольку ты только подсоединился. И мы с тобой пообщаемся сегодня и о крещении, и поотвечаем на вопросы, которые будут задавать в течение эфира. Ты не против в таком формате? Да, да. Батюшка, ну расскажи чуть-чуть себе, потом для твоих подписчиков я о себе чуть-чуть расскажу. Ну, зовут меня священник Пётр Угурьянов, мне 31 год. Я служу в городе Димитровград, Ульяновской области. Ну, вот, совсем недавно был назначен на должность настоятеля строящегося храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы. А так по совместительству еще несу послушание штатного клирика Кафедрального собора в Димитровграде. Закончил я Нижегородскую духовную семинарию в 2010 году. В 2013 году я закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, магистратуру. На данный момент учусь в Московской духовной академии, в аспирантуре уже сил нету, можно сказать, последний четвертый курс. Кандидатским именем осталось вот диссертацию только дописать и защитить. А почему в Питере не продолжим аспирантуру? Да что-то не знаю, я как-то думал, я когда поступал туда, то думал, что всё, сейчас магистратура – это край, то есть, ну, дальше туда не пойду. Да мне и семинарий было достаточно, а потом думаю, дай попробую поступить. Просто мне Москва поближе более ко мне, ехать удобнее. Я думал, ну, знаете, как, на бум, думал, не поступлю всё равно. Поехал, что-то, я как-то пью. А тут и поступил, да? Всё, слава Богу, я рад прям. Ты так понимаешь, получилось то, что Владыка Мвросий был ректором в Санкт-Петербурге, то есть он у меня принимал защиту диссертации магистрской, а сейчас вот, милости, я живу в Москве, и будет, дай Бог, дай Бог, чтобы принимал кандидатскую диссертацию. Я думаю, всё с Божьей помощью получится. Я тоже поехал поступать в Питерскую Академию. Вот первый год сейчас, вот первый курс, ищу сейчас эту сессию, сдам, то получается, первый курс закончил. А Владыки подошли, говорю, Владыка, благословите, я пойду, попробую поступить в Академию. Говорит, ну попробую, ну и поехал. Тоже так, с бухты-барахты. Ну, благодарю, батюшка, что ты немножечко представился. Я думаю, это гиперскромно о себе сказал, на самом деле, очень батюшка активный, деятельный. Сразу своим подписчикам говорю, зайдите, посмотрите на батюшку, батюшку юно-страницу, я думаю, вам тоже наш дорогой отец Пётр ляжет на сердце. Ну, для твоих подписчиков немножко я представлюсь. Меня зовут священник Константин Мальцев, я клирик Ейской Тимошевской эмпархии, это Краснодарский край, настоятель храма Новомучникова и Спаредникова Церкви Русской, также настоятель храма, строящегося храма по совместительству покрова Преста Богородицы, это вот в хуторе, здесь недалеко, маленький хуторочек, там тысячу человек, но тоже строим. Такой человек подвиг себе захотел, взял, пытается строить, ну, Божьей помощью, думаю, всё сделаем, построим. Вот, также являюсь руководителем международного проекта, батюшка, лав, батюшка, любовь, так вот люди выбрали из тысячи опрошенных названия, и вот в нашем проекте участвует много священников. Основная площадка, которая более всего востребована на сегодняшний день, это в Одноклассниках, много священников и за границей, и с Россией. Надеюсь, отец Пётр согласится в этом проекте поучаствовать. Вот, так можно, в принципе, на любой площадке, где удобно, также поучаствовать. Ну, что ещё сказать? Двое деток, одна по душе приёмная. За всё, слава Богу, служим, молимся, занимаемся активной деятельностью и для детского дома, и для малоимущих, и старт дома. То есть огромное поле деятельности. Кто хочет, то всегда найдёт. А кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причину. Поэтому чаще всего я ищу возможности, а не оправдания. Ну, если в двух словах о себе. Надеюсь, также зайдёте, посмотрите, кому будет интересно, подпишитесь. Стараюсь как-то иногда больше освещать те вопросы, которые ближе нужны для души, чем для какого-то самопиара. Вот. Ну, вопросы уже начали писать, но давай мы всё-таки о крещении поговорим с тобой, потому что... Они, конечно, вопросы задавали. Я сейчас тебе как бы тему дам, чтобы ты по возможности стал её развивать, а я почитаю пока вопросы дальше. Хорошо? Да, нам добро договорились. Значит, чаще всего спрашивают, чем отличается вода в Сочельник, в Крещенке, и в Самоукрещение праздник. Одну надо знать в простонародье и Орданское, а другая Крещенская вода. Вот если можно пока ответить на этот вопрос, а я посмотрю другие вопросы, которые начали уже писать. Хорошо? Добро, Отец, хорошо. Давай, Бальчик. На самом деле, друзья, Крещенская вода и, как в народе ещё называют, и другая Иорданская вода, которая была освящена в Крещенский Сочельник, ну, ничем не отличается. Если вы сегодня или вчера были на молебне, на великом освящении воды, после Божественной литургии, те же самые молитвословия, те же самые песнопения пелись и те же самые молитвы читал священник, что в Крещенский Сочельник, что в сам день праздника Крещения Господня. То есть вода ничем не отличается. Почему появилась такая традиция освящать воду два раза в год? Всё дело в том, то, что в Крещенский Сочельник в ограде Иерусалиме шли на реку Иордан, освящали воду. И не только в Иерусалиме, но и во всех, можно сказать, приходах, где находились большие водоёмы. А уже в сам праздник Крещения Господня воду освящали в храмах, а в домах уже приносили к себе домой. И поэтому оттуда и пошла традиция, что воду освящать два раза в год. Великое освящение воды. То есть первый раз, получается, если исторически смотреть, освящали на водоёмах эту воду, а второй раз уже в самих храмах по окончании Божественной Литургии. И поэтому, повторюсь ещё раз, Крещенская вода и вода, которая была освящена в Крещенский Сочельник, ничем не отличается. Ни по свойствам, ни по святости, или ещё как-то сказать. Она одинаковая. Если коротко, вот как-то. А для того, чтобы... А вода, которая в эту ночь течёт из крана, она святая? Ну, не знаю, не знаю. Как Господь говорит, вернее, апостол Павел, верующего человека, всё возможно. По вере вашей да будет вам. Если, например, просто я вспоминаю своё детство, у нас как-то... Ну, родители не очень всё равно в храм ходили у меня, но традиция такая была, я до сих пор её воспринял и своим детям. А папа всегда набирал воду с крана, потому что у нас был храм, вернее, храма не было в деревне, естественно, священника не было. Я сам родом из деревни. И мы ночью выходили под Крещение, обливались, вот, крето, святой водой. И самое интересное, даже набирали в бутылке, она у нас целый год стояла, и, понимаете, не портилась даже. И с верой как-то, я с таким благоговением к этому относился. Не знаю, вот, может быть, по этой детской вере Господь как-то освящал эту воду, по всём водное естество. Всё возможно. Ну, может быть, по детской вере. Почему? Потому что у меня возник такой диалог с одним парнем. Я говорю, ну, ты приходи в храм, помолись, водичку осветишь. Она говорит, а зачем? Я говорю, ну, а где ты святую воду-то возьмёшь? На что он мне сказал? Ночью кран открою и святой наберу. Я говорю, ну, так не бывает, мой дорогой. Понимаю, братья и сестры, вы же поймите, во-первых, даже не священник её освящает. Батюшка, ты меня поправишь. А в молитве на освящение читается, ты, Господи, освяти, и Духа Святого не спасли. То есть, не я вот такой, батюшка, хороший или плохой, освящай. А ты, Господь. То есть, Господь всё освящает. Ты, Господи, крестишь. Ты, Господи, венчай я, то есть их. То есть, мы обращаемся ко Господу сугубо в молитве. Почему? Потому что мы дерзаем по словам Господа. Кому просите на земле, будет прощено и на небесах. Кому разрешите, тому и будет разрешено и на небесах. И прощать, и вязать. Поэтому, по вот этому дару Духа Святого, через таинство рукоположения, которое священник получает, мы имеем возможность так вот дерзать. Правильно, батюшка, или поправить. Ну, а то бывает, правильно ты, батюшка, говоришь, что ну, это лень человеческая, когда человек не хочет прийти в храм. И самое главное, просто, но хотелось бы обратить внимание людям на то, вы старайтесь не за водой в храм приходить. Это, конечно, хорошо, когда раз в год люди приходят. Ну, центр всего это божественная литургия. Пришли, причастили святых христовых тайн. И, знаете, вот, по возможности почитайте вот Яна Златоуста, его слово на крещение Господне. И у него первые строки «Вы сегодня рады, а я в печали, потому что, говорит, такое огромное количество людей в вас собралось и собралось только именно в этот день. Почему вы, мол, не приходите, ну, воскресный день, почему вы не причащаетесь, то это уже в какой век Ян Златоуст об этом говорил. Что уж говорить о нас с вами, современных людях. Все вы прекрасно знаете, если бы уже эта литургия не заканчивается, а люди уже с бутылками, с бетонами там в очереди друг друга перегрызть готовы. Нет, такого не должно быть. Самое главное — Христос, а потом уже все остальное. скажи, может быть, я ошибаюсь, но с одной стороны вот этот порядок или беспорядок зависит, с одной стороны, от организации священника как настоятельства, да, не знаю, на какой поп такой приход, а вот, а с другой стороны все равно, ну, вот у меня, да, я не в плане похвальбы, а как вот пример, да, когда священник начинает причащаться в алтаре, да, после ученаш, ну, чтобы люди больше ориентируются, когда как только успели, да, и завеса закрылась по церковным катапитасмам, то люди, все, вот служба вроде как промежуточек такой, можно расслабиться, начинать ходить, а, к сожалению, из храма базар устраивают. И я очень к этому трепетно и строго стал относиться, я выходил и говорю, друзья мои, братья и сестры, я тоже хочу причаститься. Я хочу это с благоговением сделать, а не раздражением на то, что вы из храма базар устроили. Хотите пообщаться? Замечательно. Сейчас я буду исповедовать, у вас есть время пообщаться, но выйдите, пожалуйста, из храма и пообщайтесь, чтобы здесь не устроить балаган. Где-то порой строго это, говорю, где-то с угубой такой любовью и просьбой. И вот на этом приходе настоятеля имеют три года и все замечательно. Но приходилось и где-то и порой подходить потом после службы, чаще все это из-за бабушек наших дорогих, они там громко, плохо слышат и начинают Васька, Петька и тому подобное. Приходилось по-последству службы, ну баб, Маш, ну ты любишь меня или нет? Говорит, люблю бабушка. Ну что ж ты мне не даешь спокойно причаститься тогда? Сэ, когда я, тоже на Кубане такой немножко с украинским порою, акция, сэ, когда я рабыла сие или сэ, я говорю, вот сэ, да, все, не буду так больше балакать. То есть, ну, по-разному приходится. И сегодня у меня нету проблем в этом. Люди привыкли, если кто-то приходит, там, ну, такой захожане, так называемое, они уже сами подсказывают, давайте потише, у нас так не принято. Вот. Я думаю, так же можно и с водой организовать. это же правда. У нас тоже в одном плане сегодня просто первый раз вообще в жизни сам лично освещал, вот у себя на приходе. У нас, слава Богу, все тихо, мирно прошло. Ну, не так много людей было, но человек 100, наверное, было. Приятно, да, и тоже все хорошо. Просто вот, когда в соборе у нас проходит это, у нас тоже все хорошо, но потом уже в течение дня там людей по несколько тысяч приходят, и тут вот тяжело нам, казаки, помогают в этом плане. То есть, ну, ты правильно говоришь, бабушки в основном начинают вот рулить. Бабушки, это наши блестители в порядке. На них обижаться никогда, потому что они уже этот опыт пережили, когда они ошибались, и они хотят, чтобы хотя бы в храме все было правильно. Ну, иногда, не всегда они это делают скротостью, но пытаются, чтобы было чим. Вот, ну, отченька, еще такой тоже по крещению вопрос, потому что молодежь, и даже мне в директ писали, скажите, можно ли гадать на святки перед крещением? На самом деле, ну, я не осуждаю людей, но по незнанию, думать, что это сугубо эффективное время, но ответь, пожалуйста, можно, нельзя, и как церковь, вот, как священник, как ты смотришь на это? Ну, само слово даже гадать, то есть, значит, не доверять, то есть, быть неуверенным, но, естественно, церковь, даже я, как священник, даже не просто как священник, но, как разумный человек, к этому вообще отношусь отрицательно. Почему? Потому что это, во-первых, недоверие к Богу, и в основном, да не в основном, а практически всегда гадание, это обращение к бесовским силам. Ну, это не есть хорошо. У меня, понимаете, я это не по наслышке, я знаю, у меня просто очень есть хороший друг, я учился с ним в семинаре, это парень, то есть, и он, к сожалению, в прошлом занимался вот этой бесовщиной. Человек очень пострадал от этого, и ему очень сложно было, понимаете, вот, ну, он хочет, хотел это бросить, слава Богу, бросил, но были последствия очень страшные. А все начинало с самого простого, в школе там иголочкой покрутили, там, карты поигадали, а потом, понимаете, враг, он не дремлет, он начинает человеком манипулировать, управлять. И поэтому раз вы попробовали, да, два попробовали, и знаете, самое интересное, когда вроде бы что-то получается даже, ну, такое неизвестно, а бисы-то они тоже силу имеют. Апостол Павел об этом многократно говорил, то, что они обладают действительно силой, и поэтому в этом плане надо быть осторожным, естественно, если человек грешен в этом, в первую очередь нужно покаяться на исповеди, а не как у нас любят говорить, то говорить, что в проруби искупался, все тебе, и грехи простились, нет, поэтому, друзья, если вы меня слышите сейчас, никогда с гаданием не связывайтесь, а если имеете такой грех, то обязательно на исповеди об этом скажите священнику. Да, Господу покаяться. Ну, батюшка дорогой, ты вот скользко снулся проруби, а как ты вообще относишься к традиции окунаться в прорубь? Всем ли это нужно? Всем ли полезно? Вот как ты на это сможешь? Потому что зачастую, вот я вчера смотрел по ютубу на Спасе, такие дебаты прям были, прям дебаты, я скажу, относительно там отец Павел Островский был и другие представители, скажем так, и верующие, и неверующие, и вот эту тему в том числе обсуждали, но и неоднозначная, и вообще многие священники неоднозначные, в том числе и я, очень осторожно к этим всем купаниям отношусь, как ты относишься? Я вот, ну, я повторюсь, но скажу, это личное свое мнение, я вот нейтрально, потому что знаю людей, которые через такие купания просто пришли к вере, и действительно просто к вере, а стали сходить в храм. если человек ради, я не знаю, какой-то забавы раз в год там сходили в баню, поехали в прорубь, после проруби они там, естественно, по стопочке выпили, ну, это никакого толку, никакого, я не знаю, никакой пользы для души не принесет никогда. Ну, если человек, вот, я не знаю, я в сторис сегодня тоже выложил, я говорю, традиция у нас с детьми такая, набрал крещенскую воду, сейчас мы вышли на улицу в подъезд, я видел, да. Но в проруби, во-первых, это опасно, если люди идут купаться, ну, тем более детей, когда заставляют, но тут вопрос начинает другой, тогда почему можно купаться на источниках святых, там же тоже погружаешься в святую воду, почему там можно купаться, а в проруби нельзя, ведь там же священник освещает эту воду, если бы нельзя было купаться, то бы и священник не приезжал ее освещать, правильно? Даже знаю гепархии, где, например, архиереи против крещенских купаний в проруби, но все равно прорубь освещает, священник приезжает туда, и поэтому тут вот видите неоднозначное такое мнение, если со страхом Божьим и с трепетом человек это делает, я думаю, греха не будет, как, может быть, ну вот ошибаюсь, я, конечно, я сам никогда еще в проруби не купался, по-моему, нет, не купался, может быть, в детстве было один раз, но так в прорубь в основном обливаюсь, ну это, знаете, для пользы души, это так для тела, как закаляться люблю. Ну, я, 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 по-моему, лучше плюс 40, чем минус 2, поэтому в источнике несколько раз я окунался, а вот даже с корочкой льда плавающей, а вот именно в проруби не окунался, освещал один раз, ну, я считаю, что нужно быть и физически немножко хотя бы перед этим попробовать, пообливаться, а не сразу и в полымя, однозначно это должно быть с молитвенным каким-то благовением и в том числе на трезвую голову. Обязательно, обязательно. Вот, тут, конечно, очень индивидуально, а еще бы, не знаю, батюшка, это мое частное мнение, если благословить духовник. Это было бы вообще здорово, да. Почему? Потому что наше самочинение порою, я сам знаю, я, я сам хочу мне все равно, нас порой доводит до гибели, наше я порой нас и губит, поэтому если есть духовник, лучше сказать, как вы, батюшка, благословите, стоит или не стоит, а духовник уже знает и духовные, и физические немощи. Вроде так. Батюшка, ну, есть масса, в принципе, тем по поводу крещения, давай хотя бы чуть-чуть поотвечаем на вопросы, потому что их уже много, я вижу, накопилось. Я сейчас наверх пролистаю, тут у нас уже и другие батюшки подсоединяются, так вот пролистывая смотрю. Так, быстренько, быстренько, доходим до вопросов. Отец Николай присоединился, сейчас доходим, кручу, кручу. Поздравляет всех и друг друга с праздником, мы, естественно, с батюшкой присоединяемся. Вот первый вопрос. Батюшки, здравствуйте. Здравствуйте, Ната. Можно вопрос о втором пришествии. Бог придет и будет судить, кто в рай, кто в ад. Получается, не уничтожить зло и не опустошить ад, и не превратить в любовь и рай на земле? вопрос. Ну, батюшка, давай попробуй ты, если что, я еще что-то дополню. Я же все вопросы вот понял. То есть, еще раз. Ну, вопрос в чем? Человек, я так думаю, предполагав, что когда будет второе пришествие Христа, Господь всех оправдает свою любовь, покрыт, упразднит ад, ада уже не будет, и на этом все. А по сути она, видать, услышала, что наоборот и будет вечная мука и вечный рай, пребывание с Господом. То есть, почему не так, как она в первом случае думала? Ну, я так предполагаю, что скорее всего так. В Евангелии же сам Христос об этом прямо сказал. То есть, все ответы, мне кажется, на такие вопросы находятся в Евангелии. Он сам прямо говорит, что когда придет второе пришествие будет ад, подсоединит как пшеницу от плевел, одних соберут в житницу, а другую шелуху все сожгут огнем неугасимо. А то, что вот в первом случае, как она говорит, Регена, по-моему, ведь осудили за это, за то, что он как раз и думал, то, что когда Христос придет, всех простит и все спасутся, да, Регена. И это ересь, считаю, считается. То есть, на самом деле, как может человек спастись, например, если он в Бога никогда не верил, а всегда шел, хотя знал о его существовании, знал о том, что есть таинство церкви, но осознанно противлялся этому. И опять же в Евангелие обратиться можно. Христос прямо опять говорит, нет такого греха, который не простится, как хулана Духа Святого, когда человек осознанно сопротивляется, вот именно против Бога идет именно осознанно. Бывают, естественно, люди, которые осознают это и приходят к покаянию. А есть, которые, даже я встречал таких людей на смертном адре, прям вот родственники позвонили, просят приехать. И есть, и человек прям на последнем издыхании, но он не признает и ни в какую не хочет. Ну, я еще вот такую точку зрения слышал, не слышал, а читал, я правильно, не помню, у кого я читал, или Анна Златоуста, но вот как у кого-то из святых, что вот сейчас мы говорим, что ад и рай, да, вот на основании, что Господь разбойник говорит, сегодня будешь со мной же в раю, да? То есть, вот это ощущение как рая, так и ада, оно немножко такое еще предблаженное состояние, скажем так. То есть, это не конечная, скажем так, точка, предблаженная. И вот кто-то из святых, я сейчас не вспомнил, не буду лукавить, они говорят, два таких символизма приводят, что мы сейчас вечный мир божественный видим, как подобие, если бы мы взяли помутненное стекло и смотрели бы вдали. То есть, мы видим какие-то очертания, но не видим и не понимаем, кто это или что или это. И второй пример, они приводят, мы подобные в духовной жизни, как дети, которые смотрят на родителей или взрослых, они понимают, что это вроде как взрослый, но какой они жизнью живут и за что они делают и за чем это делают, какое иное, да, на ребенку не понять, пока он сам не вырастет и не придет определенный опыт. Так и вот сейчас адские и райские или страдания или пребывания с Богом, они, скажем так, предблажены, то есть, еще не окончательны. Ну, наверное, вот так вот можно ответить на этот вопрос. Вот да, но все равно рано или поздно мы об этом узнаем. Да. Вот, батюшка, тут тебя благодарят ваш храм как конфетка следила за строительством с замиранием. Видишь, не зря я сказал, что очень ты сердце вложил в свой храм. Молодец. Благодарю, конечно, за добрые слова. На самом деле это все наши люди и не я же строю. Я так хожу там, болтаюсь туда-сюда. На самом деле храм еще еще большинство будет, там предстоит. То есть, это с виду, конечно, все красиво, но еще очень много работы, то есть, даже на территории храма. Даже по тем же самооформлению документов у нас очень много проблем. А это все с документами это беда. Каждый настоятель переживает это. В определенный момент каждый настоятель, кто не знает, кто такой настоятель, это по-мирскому директор. Вот каждый настоятель храма переживает несколько этапов. Когда он становится юристом, бухгалтером и все в общем в одном лице. Порой и медиком, и судьбой психологом. И кем только он не становится. И прорабом, и строителем, и уникальная машина. Так, ну давай, батюшка, дальше. То есть, если мы причащаем, причащаетесь, это, наверное, когда я за причастие говорю, причащайтесь до того, как начинайте причащать прихожан. Извините, я много не знаю. Ну, да, совершенно все правильно. Как только мы святая святым сказали, раздробляется агнест, то есть тело, часть, однако, кладется, погрузается в потир, то есть чашу, и после этого уже начинают причащаться священники, диаконы, то есть священнослужители в алтаре. После этого уже, когда поисповедовали всех, тогда уже выходят на участие мирян, то есть людей, которые представлены в храме. Вот. Ну, давай, батюшка, следующий вопрос. То есть священники отдельно причащаются. Спасибо, батюшка, слава Богу, за нашу православную церковь. Слава Богу. Так, я живу в Швейцарии, у нас православный храм, очень туго, и все, все прихожане очень дорожат этими днями, возможно, возможности исповедиться, причащаться. Недавно у нас был хор, состоящий учеников священников семинарии. Я очень рад за вас, спасибо, Господи. Батюшка, ты слышал когда-нибудь Сретенский хор или какие-то кем? И какой больше хор нравится именно таких православных? Незагородской духовной семинарии. Ах, ты хитрый какой. А не хитрый, мудрый, я шучу. На самом деле, на самом деле, мне вот, я один раз в жизни слышал, как приезжал хор Московской духовной академии под руководством Архимандрита Матфея Мармуля. Я был на втором густе в гитаре, это было прям нечто. Он уже стоять не мог, он сидел на стульчике, и знаешь, я стоял наверное в пяти от него и смотрел на него, как он оригинтует. И в этот момент, прям реально смотрел в глаза, как он на его жесты, и в этот момент он подзывает студента, что-то шепчет ему на руках, этот студент ко мне подходит и просит, чтобы я не смотрел на него. Понимаешь, то есть многим не разрешал смотреть на него, то есть это его сбивало. Я с ним соглашусь стопроцентно. У меня одно из образований, дирижер Хоровик, учитель музыки, и я стопроцентно с этим согласен. Одно дело, когда у тебя за спиной, то есть ты понимаешь, что люди слушают, хор, или оркестром кем-то управляешь, а другое дело боковым зрением, когда ты видишь нужную акцию, ненужную контроль какой-то, ты отвлекайся на это, тебе нужно в голове проводить партию, кому где показать, кому там рукой быстрей темп задать, то есть это я согласен, сто процентов. И еще вот очень люблю и уважаю хор сестер Дебеевского монастыря. Я просто там служу иногда, у меня просто матушка оттуда, из Дебеева, и поэтому прям здорово. Я с тобой даже поделюсь такой радостью, вот я в том году был четвертый раз на Святой Земле, мне подарок опять сделали знакомые мои, и вот с нами в паланической группе ездили 13 монашечек с Дебеевского монастыря, и мы в каждом месте молились, и они пели, изумительно пели, такие умнички. Единственный один минус, что там у нас некоторые из монашечек очень сильно постоянно опаздывали, пытались смирению научить, но у них какой-то с тобой определенный мир, поэтому за все слава Богу. Так, наш батюшка о купании сказал, что даже рук грязных в ледяной воде без мыла не отмоешь, не то, что греха мыть. Но это подтверждение твоих слов, батюшка, что если без веры, то и грехи никакие не отмоешь. Так, где взять духовника, батюшка? Ну, давай ты теперь поговори, а то что-то я инициативу перекопотил. Ну, где его взять? Вымаливать надо. вот знаете, кстати, очень хороший совет отец, ну, сейчас уже владыка Тихон Шевкунов, на то время он архимандритом был, когда задавали такой вопрос, он говорил так, походи в храм, присмотрись к священникам, если, например, у вас несколько священников в храме, как он служит, как он говорит проповедь, как он общается с людьми. Но, он также говорил, никогда не обращай внимания на внешность священника, а всегда смотри, вот именно самое главное, даже не то, что проповедь, а с каким благоговением относится он к божественной литургии. Почему? Потому что, вот мне запомнились его слова такие замечательные. Народ, народ может простить все священнику, все, и пьянство, и прочее, прочее, но небрежение к божественной литургии никогда не простят. Поэтому, вот посмотрите на священника, как он служит, каким он рвением совершает именно божественную литургию, пообщайтесь, поисповедуйтесь у него, чувствуете то, что лежит сердце к этому человеку. Пожалуйста, подойдите к нему за бороду, поймали его, батюшка, вот, хочу вот с вами вот спасаться вместе, возьмите меня под свои крылышка. И тут такой момент, наверное, батюшка, может, ты меня тоже там поддержишь или, может быть, даже поправишь. Бывает так, что семейные люди часто просят духовником быть человека, который всю жизнь живет в монашестве. Я ничего против, конечно, не имею, но порой бывает так, что монах не знает семейной жизни и он в некоторых вопросах некомпетентен, даже не может что-то посоветовать того, что семейный священник знает. Если у вас есть семья, многодетная или даже просто вы женат или замужем, лучше к семейному священнику обращаться, он более опытный, наверное, в этом плане. Вот у меня духовник тоже есть, наш заслуженный настоятель, даже сказать, он уже старенький в возрасте, он такие мудрые советы иногда дает в этой семье, то, что монах просто этого не знает. Конечно, есть и монашествующие, которые когда-то были женаты, например, может, супруга умерла или по обоюдному согласию они приняли монашество, то это другое дело. Но другой момент, есть и монашествующие такие, которые, например, помнишь, вот Паисий Святогорец, роль в моей жизни сыграл его труд, его том, четвертый том о семье. человек был. И всем советую, вот особенно, кто хочет найти свою вторую половинку и не знает даже, как ее найти, а если нашел, а как узнать, твоя или эта половинка или нет, вот есть замечательная книга, по-моему, четвертый том Паисия Святогорца, называется «О семье». Поэтому Святых на то время не был причислен, я прямо с умилением эту книгу читал, ее в интернете можно найти спокойно, может люди прочитать. Поэтому с выбором духовника, естественно, надо помолиться обязательно, чтобы Господь разные вещи. Духовник, он тебя наизнанку знает, вот и до, потому что один священник может посоветовать такого, что может навредить человеку, а если духовник он знает, например, один священник, вот я знаешь, даже постоянно не то, что ругаю, но мне неприятно, вот люди ездят по святым местам к старцам всяким, уважаю, если есть такие старцы, и привозят оттуда кучу епитимей. Им наложат они, батюшка, что мне делать, вот 40 акафистов за ночь надо прочитать, мне вот наложили, я говорю, мать, извини, ты туда ездил, вот у него и спрашиваешь, что делать. Дмитрий Смирнов постоянно ругает, вот я смотрел его проповеди, лично мы с ним общались, когда? Потому что он непосредственно мой начальник еще, потому что я возглавляю епитимейную комиссию по вопросам семьи, а отец Дмитрий Смирнов, он патриаршую комиссию возглавляет, и он говорит постоянно, одно и то же, говорит, говорю, не ездите вы на исповеди к неизвестным священникам, если особенно в монастырях. Исповедуйтесь дома у себя в храме и спокойно с Богом причащайтесь в другом месте. Ну, когда они на самом деле набирают там кучу поклонов себе и не знают потом, что с этим делать, а у священников не понимают, почему он раздает так тоже налево-направо, ну, это нехорошо. Ну, давай, Бачка, если позвать, чуть-чуть дополню, что такое епитимья? Это даже не церковное наказание, потому что благословение священника помолиться или поклоны сделать никому еще не вредили, по большому счету. Но вот как послушание, оно, естественно, очень полезно. Но есть очень четкий момент. Если на тебя наложили епитимью, вот кто наложил, тот может ее и отменить. Или же пока ты ее не выполнишь. Потому что это уже определенное такое сугубое послушание. Поэтому это надо иметь в виду. Да, да, да. А если как-то на вас накладывают епитимью, вы, батюшка, скажите, батюшка, вы простите, но я, наверное, не смогу ее выполнить. Можно ли послабее чего-нибудь вот у нас в принципе минут шестнадцать до конца эфира осталось. Давай мы, наверное, немножко ускоримся, поотвечаем на вопросы, их не растягивая. Судьба есть у человека или нет? Да мы сами свою судьбу, наверное, делаем. Судьба, судьба, ну, в каком плане? Вященное Писание в Ветхом Завете пророк Давид очень хорошо о судьбе говорит. Вот дословно не могу стихи привести. Наверное, скорее всего, есть. Но что понимать под словом судьба здесь вот тоже нужно как-то. То есть судьба в том плане то, что уже предначертано человеку, скорее всего, в таком плане то нет. Потому что Господь призвал, а в том плане, чтобы идти ко спасению каждый человек признан, то в этом плане то да. Мы должны как-то стремиться к этому. Ну, тут вот я затрудняюсь вот конкретно ответить на этот вопрос. Есть ли судьба у человека? Ну, давай я попробую. Некоторые святые отцы, у кого я читал и интересовался этим вопросом, они говорят, судьба это суд Божий, на который в течение жизни ты в конце, вернее, жизни своей придёшь и будешь нести ответ за свои добродетели, свои грехи. Вот. Судь Божий. Судьба как судь Божий. И с чем ты уже на этот суд предстанешь, уже, конечно, зависит от тебя. Это первый момент. И второй момент, некоторую судьбу как предопределённость. В православии предопределённости нет. Потому что некоторые говорят, вот я гречником родился, гречником и умру. Нет. У тебя есть обода выбора, данным Богом. Давайте вот кратенько на этом вопросе и завершим. Следующий, Бачка, скажите, пожалуйста, можно ли православному человеку обращаться к психологу, психиатру? Психологу, пожалуйста. Сейчас у нас и православные психологи есть, даже служба психологической помощи при храмах существует. В этом ничего плохого нет. Но психиатру, это уже, извините, это уже клиника. А может, это уже повреждение мозга по большому счёту. Да, согласен. Мозг не страшно, но нет. Да, согласен, Бачка. Каждый порой должен заниматься, естественно, своим делом. Так, переживая, что родители не ходят в храм, хотя верят в Бога, имеет ли смысл с ними об этом говорить или просто молиться за них? Конечно, имеет смысл. Своим добрым примером своей жизни обязательно обязательно надо об этом говорить. Но не навязывать, никогда не навязывать, потому что это может только навредить. Призывать, да. Призывать нужно, Господь, и не только апостол, наверное, говорил, и детей научить, и вся народа, но и, наверное, каждому человеку из нас. Сегодня мы с вами читали это Иванское чтение на все наши наблюдения. Так, когда уходит умерший родственник из жизни, он становится ангелом-хранителем? Нет, я думаю, тоже к Богу. Она идет к Богу отвечать за свои дела. Вот с чем она идет? В том числе зависит и от нас, потому что в течение сорока дней мы с Угула молимся, дома молимся, в храме записочки подаем, сорока усов покоение, девятый, сорокой день панихидочки, добродетель, который какой-то даем, помяните. Не помяните, съедите, съешьте что-то или выпейте. Не в этом суть, когда вы что-то даете кому-то вскушать, а именно помяните молитвенно. А для ваших подкрепления сил вот еще можете вкусить. Правильно, батюшка? Нет? Да, Константин, встречный вопрос. А после сорока дней есть ли смысл молиться тогда за человеком? Я думаю, есть, потому что мы немножко ранее в эфире сказали, что у нас сейчас предблаженное состояние. Почему? Это зрители наши. Да, смысл обязательно есть, потому что ну, просто у нас час эфиров не позволяет. Мы, может быть, как-нибудь давай с тобой вот эту загробную жизнь осветим отдельным эфиром, прям подготовимся. Так, страшно, интересно. Тема интересная, часто задаваемые вопросы и, в принципе, есть о чем поговорить. Если вот сейчас кто нас смотрит, вы хотите, чтобы мы такой эфир сделали конкретной этой тематикой с батюшкой, поставьте, пожалуйста, вот в комментариях плюсика. Мы потом уже посмотрим, насколько вам это интересно. Те же самые поминки. Как правильно напоминать, то есть это все затронем в теме, да. Да, да, я думаю, мы с батюшкой просто подготовимся. Мы с ним сначала в Москве в конце месяца пересечемся. На следующей неделе там рождественские чтения будут в Москве. Кто смотрит нас с Москвы, пожалуйста, пишите нам в директ, с кем вы хотели бы со мной или с батюшкой увидеться. Мы будем по возможности искать возможности, чтобы с вами тоже встретиться. Ты не против, батюшка? Нет, я очень за, чтобы наш онлайн перешел в оффлайн, то есть живое в том числе общение с нашими дорогими братьями и сестрами подписчиками этого же Инстаграма. Так, у вас прекрасный храм, очень хотим к вам крестить, хотим там крестить и очень надеемся, что вы это тебе, батюшка, наверное. Вы пишите, да, там вопросы решили. Да, добрый вечер, добрый вечер, с праздником, с праздником. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать о христианском воспитании детей. Закон Божий для детей. А, о христианском воспитании детей. Даже не знаю как-то. Я не знаю, если честно. Есть хорошие книги, я просто авторов сейчас не вспомнил, есть в том числе из православных психологов есть неплохие книги, а так попадались на глаза. Но в первую очередь для христианского воспитания надо сначала себя повоспитывать. Если вы показываете живой пример веры и любви ко Господу и ближнему, как минимум, то я думаю, тут воспитание начнется с вас. А остальное это уже прикладное, скажем, какие-то поучительные рассказы о жизни святых, какие-то истории, если это деточки помладше, если постарше, рекомендую книжку замечательную, Димон называется, 14 до 114, классно, для молодежи, очень полезно, рекомендую. Так, как вы относитесь к православному болгару? Болгары молодцы, православные есть, я не знаю, как к ним относиться, слава Богу, что они есть. Ну, наверное, там к молитве отца Владимира из Болгара, наверное, имеют в виду. Ну, прокомментируй тогда. Что тут комментирует? Пока тут до священноначали попросила как бы его пока приостановить эту молитву, а там уже тут нечего комментировать. Я к отцу Владимира отношусь, например, с уважением, потому что лично его знаю и даже видел его, мы когда ездили, помню, с православной молодежью, туда у них там какой-то форум был, это у нас еще от семинари мы ездили, отличные проповеди у него, отличные вопросы. Ну, вот по поводу молитвы, но я уже не хочу туда уже влезать, это дело священноначалия. Да, согласен. Согласен. Вот нам еще рекомендают хор Михаила Архарова послушать. Я не слышал. Послушаем. Так. Как вы относитесь к исламу и шиитам? Вообще, когда задают мне такой вопрос, как вы относитесь, я в принципе никак не отношусь, я православный священник. Вот. А если вы хотите услышать мое мнение, ну, мне всегда всех инославных, иноверкцев, мне всегда их жалко. Почему? Я не хочу над ними победы, да, как когда-то сказал Филарит Дроздов, да, который катехизис составил. Я говорю, мы не хотим победы над ним, мы не хотим какой-то с ними там или вражды или еще чего-то. Мы искренне молимся о них, чтобы они пришли и поняли, пришли в лоно православной церкви и поняли, как, и осознали, как, каково оно красиво, да, как, насколько оно полно. Поэтому, как вы относитесь к ним? Искренне надеемся, что они увидят этот свет Христов и придут к нему. Мачка, как ты скажешь, я не знаю. У меня даже есть друзья среди мусульман, да, и общаемся с ними, и знаете, самое интересное, вот, не знаю, можно ли здесь говорить, это нет, приходят даже в храм, просто они не крестятся, ничего, вот, особенно они любят Матрону Московскую, когда к нам привозили иконы с ее частичком щей, очень много приходило, я их сам лично видел, то есть общались, они вот обращаются к ней за помощью, они, естественно, просят, чтобы я как бы родственников не афишировал в этом, тоже самое, за крещенскую воду сегодня тоже приходили. Да, сегодня тоже я видел, и, ну, все равно же по лицам ты знаешь, там, все равно 10 лет служишь в этой станице, и уже многих на лицо знаешь, и мусульмане приходили за святой водой, и стояли, и иноверцы, и баптисты приходили, но все почему-то просят, чтобы их не афишировали, но никто не собирается их афишировать, другое дело, ну, если вы уже приходите, вы чувствуете, что вы туда приходите по потребности души, чего вы мудруете тогда? Ну, Господи, нас подпишу, чтобы мы не отступались. Так, если не получается полностью исповедоваться, полностью душой, если не лежит душа к батюшке, это от лукавого? Старевшего от лукавого, но от батюшки не лежит по какой причине? Если у вас какие-то личные с ним проблемы, то это одно, а если вы просто пришли вне настроения, и вам не нравится, как он одевается, или как от него пахнет, я не знаю, как он разговаривает, то это совсем другое. Вы все равно исповедуетесь не батюшке, а Богу. Исповедь, священник, разъясним только свидетель, то есть и свидетельствует перед Богом о вашей исповеди. Поэтому тут скрипя зубами, шевеля ушами, вперед с песнями и на исповедь. Тут не надо бояться. скрипя зубами. Да, согласен. Батюшка, я сегодня исповедовал завтра на причастие, но вот пришла со службы, и тут случаются искушения, приходят какие-то навязчивые, плохие, блудные мысли. Это мысли не мои, не зная, что делать. Ну, отсекать, молитву отсекать. Мысль – это как вороны, всегда я цитирую, сетых отцов, мы не можем им запретить летать над нашими головами, но можем запретить им вить гнезда на наших головах. Поэтому пришла мысль молитвы и отгонять. Если это блудное, минимум читаем «Господи, помилуй меня грешную». И вот поскольку это Анна задает вопрос, значит в женском роде. Если можете, откройте, найдите молитву Марии Египетской, которая победила этот грех в своей жизни. Почитайте молитву к ней. То, что какие-то искушения такие нападки начались. Ничего удивительного. Лукавый хочет вас погубить, отвезти от того, к чему вы готовитесь, к соединиться со Господом посредством причастия. Естественно, он пытается найти ваше слабое место и обострить его. Так очень или нет, поправь, дополнись. Я даже вспомни, Василий Великий говорил замечательные слова. Если ты сделал доброе дело, и после этого доброго дела не было искушений, это дело было пустое. То есть, то же самое с искусами. Пришел человек со службы, сделал доброе дело, значит, и пошли искушения, значит, враг не дремлет и пытается человека соблажнить. Значит, вы на верном пути идете. по молитвам вашим, наверное, можно все поменять, суди, любую суд Божий, спасибо батюшке, не знала я, да можно и грешником умереть. Ну, в общем, люди хотят спастись. Дальше. Скажите, пожалуйста, мне 37, я ни разу не причащался и не исповедовал. С чего начать? Батюшка, ну давай ты, а то я обычно себя перетягиваю. Давай ты. Самое главное, то, что у вас есть желание, это уже хорошо. И второе, выберите храм, если в какой вы узнаете, а это практические моменты такие, в какой день, в какое время совершаются божественные литургии, во сколько начинается исповедь. Естественно, сейчас очень много информации в интернете можно найти, как подготовиться к причастию. Если кратко так, то в первую очередь это, естественно, осознание своих грехов. Постарайтесь вот за 37 лет, если вы ни разу не причащались, возьмите листочек, тетрадочку, и вот всё, что ваша совесть мучает, прям своими словами, не обязательно там искать по книжке, если вы книжку откроете, можно прям с книгой приходить. Нет, вот именно то, что ваша совесть мучает, те грехи запишите, в чём вы хотите у Бога попросить прощения. Естественно, подготовьте себя в посту к причастию как минимум хотя бы 3 дня. Это, то есть, не вкушать мясную и молочную пищу, если вам позволяет здоровье, если вы не болеете сахарным диабетом или ещё таким-либо недугом. И перед причастием желательно помолиться, прочитать последовательное ко святому причастию. А потом уже узнали, в какой день, в какое время приходите на службу перед причастием обязательно сначала поисповедуйтесь, а потом уже в конце литургии будете причащаться к святых христовых тайн. И, естественно, вы должны осознать и понять, что такое причастие. Маш, скажи привет. Привет, Машенька. Это Христово. Вы причащаете тело крови Христа. То есть вы принимаете в себе самого Бога. Не просто вы пришли хлебушек с вином поели, попили, ушли. Нет. Это тело Христово. Ну вот, если вкратце... Ну, я чуть-чуть допомню. Есть замечательные брошюрки «Помощь кающимся». Там и описывается, как подготовиться к исповеди, и какие грехи бывают обычные, обиходные какие-то. Вы можете прям какие к вам подходят, выписать оттуда. Только самое главное, не знаю, батюшка, я думаю, ты с тобой будешь солидарен, на исповеди. Не надо рассказывать вашу биографию. Как вы пошли с Петькой и при этом осудили Ваську. Вот этого не нужно делать. Батюшке ваша биография нужна. Богу не нужна почему? Потому что он знает каждое ваше дыхание. Богу нужно покаяние. А священнику радость от того, чтобы вы поняли свой грех и в нём каетесь. Батюшка, скажи. Всё верно, всё верно, да. Дальше. Я пролистал много текста. Там плюсиков очень много поставили в поддержку того, чтобы мы осветили как-нибудь тему именно о панихидах, погребениях и тому подобное, о поминаниях. Мы с тобой как-нибудь сделаем ещё эфир на эту тему. Хорошо, Ченька? Договорились. Да. Так, а можете ещё поговорить, пожалуйста, о компьютерных вдовах? Тоже очень хотелось бы послушать, что делать с этим. Ну, тоже сейчас актуальная тема, когда... без мужей доживая, без мужей доживают. Я думаю, это вот это. Но эта тема тоже актуальная. Конечно, она абсурдная с одной стороны, когда взрослые люди не наигрались, в детстве играют. Ну, по сути, у каждого свои какие-то заморочки. Главное, я считаю, чтобы это в негативном плане никак не отображалось на семье. Это первый момент. А второй момент, опять-таки, ну, компьютерная игра одна другой рознь. Одно дело убивать, другое, допустим, там, шахматы, что-то интеллектуальное, да? Ну, я не знаю, по мне так, когда ты занят чем-то нужным, у тебя просто времени в компьютерные игры уже не остаётся играть. Значит, у человека много свободного времени. Вот. Если ты думаешь, ты приехал, сейчас нужно ещё это, это сделать, ещё помолиться на свой грядущий, ещё потом на завтра это надо спланировать, а ещё там куча. Ты думаешь, какой там компьютерные игры, тут бы до кровати, до подушки доползти. Ну, это, не знаю. Так, у нас 15 секунд остаётся до конца эфира. Бачка, на многие вопросы не ответили. Тебя благодарю.